Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Разрешите для начала представиться. Едзи Владимир Тасултанович, исполнительный директор Республиканской шахматы Федерации. Суть моего обращения заключается в следующем. На днях прошло заседание президиума Республиканской шахматы Федерации, где было поднято немало серьезных вопросов. И один из серьезнейших, на мой взгляд, вопросов, это был вопрос финансирования. Значит, не случайно, что Федерация наша испытывает, причем сильно испытывает недостаток должного финансирования. Мы знаем, что без необходимого финансирования навряд ли можно развивать не только шахматы, но вообще какой-либо вид спорта. Поэтому, конечно же, вопрос этот стоит на первом плане. И без решения вот этого вопроса, координатным образом, навряд ли мы получим положительный результат. Мы знаем, что в Республике у нас очень много талантливой молодежи. Тем более, сейчас появились такие яркие, яркие ребята, которые вот просто приятно даже в отличный раз эти фамилии озвучивают. Танделов, Богов, ну и ряд других, Акацовы, ребята, вот. Много таких талантливейших ребят, которые вот сейчас появились на шахматах Олимпии нашей Республики. И будет очень обидно, если в перспективе мы не увидим действительно выдающихся шахматистов, которые прославят не только нашу Республику, но и всю Россию. Что я хочу сказать? Я не буду много, значит, говорить на эту тему и отнимать ваше время драгоценное. Я постараюсь быть вкратце и изложу в суть проблемы. Ну, мы знаем, что, опять-таки, повторюсь, что необходимо финансирование. Причем нужно, необходимо для, не только для каких-то конкретных соревнований, но вообще для того, в целом для развития нашего вида спорта. Вот. Если не будем проводить мероприятия согласно календарному плану, то мы не решим поставленную перед нами задачу. Поэтому, вот, надо поэтапно, поэтапно решать все задачи. То есть, касательно, вот, развития шахмата. Ну, и вот, теперь, конкретно говоря о финансировании, скажу такую вещь. Понятно, львиная доля, основная часть ложится на плечи государства, которое должно и обязано поддерживать наш вид спорта шахмат. Вот. К сожалению, мы на сегодняшний день наблюдаем другое. Ну, что республика, ну, хоть и проявляет какую-то озабоченность, но оказывает очень слабую, слабую, как бы, слабую поддержку финансовую. Вот. Ну, надеемся, что, конечно, что в будущем все же ситуация выправится, и государство начнет должным образом оказывать поддержку. Но на данный момент мы пока наблюдаем другое. Так вот, что я хочу сказать. Значит, так как, значит, основной структурой, которая отвечает за развитие вида спорта, является федерация, организация федерации шахмат нашей республики, то хочу сказать такую вещь. Значит, любая федерация, значит, в уставе любой федерации прописан пункт, за счет чего, как бы, федерация держится. Ну, мало того, что, значит, есть соучастие каких-то структур, в частности, и государства, но один из пунктов является членские сборы. Значит, без наличия вот этого пункта, конечно, трудно будет начинать вот это, осуществить этот старт. К сожалению, мы на сегодняшний день вообще не видим, чтобы кто-то в этом отношении принимал какое-то участие. И мое предложение – оживить эту статью, вот, чтобы народ, наша шахматная общественность стала, как бы, более активной в этом плане, и все же вот оказала такую необходимую поддержку самой федерации, нашей шахматной федерации. То есть, оживить статью сдачи членских сборов. Ну, конечно же, конечно же, сдача этих членских сборов не решит кардинальным образом вот эту финансовую проблему. Но, по крайней мере, по крайней мере, благодаря этим членским взносам можно будет решать какие-то, ну, такие самые такие, значит, острые какие-то вопросы, например, вот, проведение какого-то мероприятия такого важного. Вот. Я думаю, что сумма, которая может собираться, значит, могла бы оказать такую необходимую помощь. Вот. Я думаю, что у нас, тем более, членов, я думаю, членов федерации шахмат у нас немало. Ну, если брать даже по количеству любителей шахмата, я думаю, ну, несколько сотен наберется. Ну, из них наиболее активные, там, человек 100-150, это точно будет. Но вот более конкретно, что я хочу сказать. Значит, проводя аналоги с другими федерациями, где, ну, каждая федерация, конечно, по-разному определяет статью членского сбора. Но, например, я скажу, вот в качестве примера приведу федерацию, ну, вот, единоборств, ну, там, в частности, восточных единоборств, к которым, кстати, я имею тоже какое-то отношение. Ну, членские взносы осуществляются следующим образом. Раз в году, значит, каждый член федерации сдает определенную сумму. Ну, предположим, эта сумма, я даже ее озвучу, которую я, кстати, предполагаю для нашей федерации, 1000 рублей в год с каждого члена, который, я думаю, что это не будет такой ощутимой суммы, от которой пострадает бюджет семьи. Вот, но зато это, вносимый этот, этот взнос может оказать существенную такую поддержку федерации. Но, предположим, если хотя бы 100 членов сдадут, это 100 тысяч. 100 тысяч – это немаленькая сумма для того, чтобы действительно решать какие-то, ну, не кардинальные вопросы, но такие серьезные, более-менее серьезные вопросы. Поэтому хотелось бы, чтобы вот люди посерьезнее отнеслись к моему обращению. Если есть такая возможность, ну, даже высказаться на эту тему, но думаю, что это будет целесообразно, если каждый из нас, понимая эту ситуацию, ну, проявит такую активность и, ну, вот, окажет такое содействие в сдаче вот членского взноса. Как это будет осуществляться? Я думаю, что это осуществлять можно следующим образом. В начале каждого года проводите, значит, этот сбор. То есть каждый член федерации должен сдать, грубо говоря, тысячу рублей в начале наступившего года. То есть в январе, например, сдается эта сумма. Сбор, я думаю, осуществлять не напрямую, там, значит, тренерами, а, думаю, можно создать специальный орган, который будет заниматься этим делом при федерации. Вот куда будет вноситься эта сумма. Ну, это можно еще технически продумать, как это сделать. Вот. Ну, и каждый член, который, как бы, будет отмечаться, что, ну, вот он принял участие. Ну, по идее, по идее, вовсе все члены должны это, это, как бы, есть, ну, как бы, как и обязанность. Поэтому я думаю, что надо бы это нам сделать всем. Вот. По поводу, как бы, расходной части, как эти, как эта сумма будет расходоваться впоследствии. Ну, при федерации есть у нас контрольная ревизионная комиссия, которая будет четко отслеживать, как двигается эта денежная масса. То есть, куда идет, по каким статьям и так далее. Ну, я не думаю, что мы, как бы, кого-то ставим под сомнение, например, что деньги могут пойти не по назначению. Ну, это и так для оговорки. Мало ли что, у кого какие мысли возникнут. Вот. Касательно, касательно следующего. Вообще членство, что дает членство, членство федерации, любой федерации. Значит, любой член федерации, значит, являясь таковым, ну, имеет определенные преимущества перед теми, кто не является таковым. Значит, во-первых, первое, то же самое участие, если это, например, проводится какой-то турнир, где стартовый взнос, например, определяется в размере 1000 рублей, то члены федерации будут иметь льгот. Ну, например, в 500 рублей, то есть в 50% идет скидка. Кроме этого, члены федерации будут иметь предпочтение перед нечленами. В том плане, что вопрос рассмотрения кандидатуры и участия в каком-то спортивном мероприятии в первую очередь будет рассматриваться членами федерации. То есть, ну, как бы, ну, должно быть так. По идее, должно быть так. Вот. Приобретение какого-то инвентаря там или еще что-то, то есть, например, осуществляется через федерацию, все члены будут иметь какие-то льготы. Ну, вот. Поэтому, конечно, членство, это, ну, я думаю, что это, как бы, более выгодно быть членом федерации, чем не быть. Ну, вот, примерно я так обрисовал, как бы, эту проблему, и что нам нужно делать. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, ну, если что-то я и пропустил, или что-то, может быть, не так выразил, вы уж меня простите, потому что вопрос, конечно, такой серьезный, и, как бы, определенный волнительный момент существовал. Вот. Ну, надеюсь на правильное понимание, и надеюсь, что вы правильно, как бы, отреагируете на мое обращение. Ну, вот, наверное, и все. Ну, и разрешите по двери Нового Года, может быть, еще и рановато, но все равно поздравить всех с наступающим Новым Годом. Дай Бог, чтобы Новый Год принес вам всем счастья, удачи, здоровья, главное. Ну, и всех-всех благ вам. Спасибо.